В день окружающей среды вся Украина вышла на субботники. Запорожье тоже не осталось в стороне. 17 тысяч жителей города, коммунальные службы и даже спасательные спецподразделения запаслись граблями, мусорными пакетами, лопатами и саженцами деревьев и взялись облагораживать парки и воинские захоронения. Уверяют, к 9 мая город просто засияет чистотой. В парке Победы работа кипит с самого утра. Пока коммунальщики высаживают деревья и убирают дорожки, спасательные спецслужбы в водолазных костюмах очищают Красную речку от мусора и веток. Говорят, если этого не делать, возможно подтопление домов, стоящих выше по течению. Выполнить эти работы другими силами, неподготовленными людьми, не предоставляется возможным. Здесь опасная работа, именно водолазы здесь работают у нас. И спецподразделение Кобра также принимает участие в выполнении этих работ. Не оставили без внимания и воинское захоронение на Капустяном кладбище. Там похоронено более трех тысяч человек, из них две тысячи – безымянные солдаты. Руководство города уверено, такие субботники – священный долг. Это долг каждого патриота Украины отдать дань уважения тем людям, которые отдали свою жизнь за независимость нашей Родины. И город Запорожье в этом отношении уверен, будет всегда примером отношения к нашим ветеранам и захоронениям погибших солдат. Общими силами в день окружающей среды активисты убрали около 850 тонн мусора, ликвидировали четыре десятка стихийных свалок, высадили более пяти тысяч деревьев и двух тысяч кустарников. Надеются, запорожцы, пропустившие большую уборку, оценят их старания и будут поддерживать чистоту и порядок в городе. Продолжение следует...